МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, своими словами, Александра Литунская. На этой неделе окончательно определились, как будет выглядеть бюллетень голосования по партиям в Мурманской областной думе. После судебных тяж принято решение, что номером 10-м будет внесена в список региональная партия РППС. Впрочем, это вряд ли облегчит судьбу Натальи Лещинской, которая возглавляет список пенсионеров за справедливость, поскольку ей приходится дышать в затылок номеру 9, пенсионерам России, в списке которой также числится и полная тезка, или, другими словами, двойник Наталья Владимировна Лещинская. Войска взбунтовался. Говорят, царь ненастоящий! Пади разберись, какая из этих партий более пенсионерская. Другое дело, что РППС сегодня пытается оспорить результаты досрочного голосования, поскольку на момент его проведения еще не было решения суда и, соответственно, последней десятой строчки. Впрочем, ее могло не быть, поскольку на этой же неделе организовать курсы кройки и шитья попытались заполярные зюгановцы. Они обратились в суд с требованием снять с выборов своих конкурентов коммунистов России, которые значатся под номером 5, и таким образом вымороть из бюллетеней номер 5. Повод смехотворный. Мол, коммунисты России провели конференцию, а должны были собрания. Партия молодая, не имеет отделений по области. Может быть, она и молода, и пока немногочисленна, но зато за 7 месяцев предвыборной кампании, как утверждают ее активисты, сделали больше, чем КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, заседающие в Мурманской областной думе вместе взятые. Но это если измерять в квадратных метрах, саженцах, убранном мусоре и автохламе. Не говоря уже о чудесном исцелении красной рябины. Так и хочется сказать, садитесь, коммунисты России, в Думу, оценка 5. А вам, товарищи зюгановцы, двойка за невыполненные обещания. Возможно, вам поможет магия цифр. Посмотрите-ка, отстающие в этой предвыборной кампании Лещинская с партией пенсионеры за справедливость на галерке. В последнем ряду номером 10. Двойщики КПРФ на второй позиции. Отличники коммунисты на пятом. Думаю, ничего уже с бюллетенями не произойдет. Больше их перекраивать не будут. Все можно отдавать в печать. Главное теперь на избирательном участке не запутаться в названиях и цифрах и сдать экзамен. Редактор субтитров А.Семкин